Он не стал олимпийским чемпионом, не был чемпионом мира или даже Европы. В его активе только золото чемпионатов Советского Союза и любовь миллионов болельщиков. Этим футболистам нельзя было не восхищаться. Его сложно было не любить, невозможно было не аплодировать его искусству. На золотом пьедестале народный футболист Фёдор Черенков. Если бы Фёдор Черенков представлял какой-либо иной вид спорта, а не футбол, он, несомненно, стал бы и олимпийским чемпионом, и чемпионом мира и Европы. Волшебство в цене на любой арене. Просто судьбе было угодно, чтобы Черенков пришёл именно на футбольный газон. Чтобы при всех за и против его карьеры он остался в памяти болельщиков неким Олегом Поповым. Солнечным клоуном, мастерство и искусство которого делали людей добрее. А соперники, даже в ситуациях комичных, в которые они попадали благодаря Фёдору, испытывали к этому мастеру истинное уважение и даже некое трепетное отношение. Черенков для болельщиков того поколения, это была легенда. Это был, я думаю, артист, на премьеру которого ходят на спектакль. Вот, на мой взгляд, вот точно так же на спартаковский футбол ходили за Черенкова. Он был сам собой, он играл. И этой игрой как раз он вдохновлял других, и своих партнёров, и болельщиков, и за тех, кто, может быть, не переживал за Спартак. Потому что все знали, что у Спартаки есть Фёдор, и он может сделать то, что не могут сделать другие. Глядя на игру Черенкова, например, у меня, да и у моих соседей по ложе прессы, кто хоть однажды ударил по мячу, создавалось ощущение, что он играет вместе с Черенковым. Что это какое-то неповторимое возвращение в свой двор, в детство. Что опять вот этот футбол, он в сердце, он с нами. И это тот самый футбол, который радует и играющего, и смотрящего. Московская окраина, где маленький Федя Черенков впервые стал возиться с мячом в 60-е годы, больше была похожа на современную деревню, пригород. Это сегодня здесь квадратный метр площади стоит столько, сколько в те годы футболисты за целый сезон не зарабатывали. А тогда во дворах каждая площадка была готова превратиться в импровизированное футбольное поле. А что необходимо-то было? Четыре портфеля для штанг, без перекладины можно обойтись, а мяч всегда найдется. Нет, так консервная банка сгодится, да что угодно. Представить себя в форме московского Спартака или сборной Советского Союза по тем временам это было не просто мечтой, это были мечты на уровне космического полета. Этот район Москвы в Кунцево называется 95-й квартал. Здесь родился и вырос Федор Черенков. Сегодня мне представляется, что в детстве мы могли играть друг против друга. Ведь мы одногодки и жил я недалеко отсюда, в Давыдково. С одноклассниками мы частенько выходили погонять мяч против сверстников из других школ. Но скорее всего мне очень хочется думать, что в детстве я играл против самого Черенкова. Даже еще один уроженец этих мест Юрий Гаврилов, игравший с Федором в одной футбольной школе, с трудом вспоминает встречи с Черенковым. Всегда игры первенства города Москвы, где клуб наш участвовал, спортивный клуб «Искра», всегда проходят как сначала мальчики начинают, а младшие, потом постаршие, постаршие, постаршие и так далее. Ну и естественно, всегда получалось так, что один возраст привозят, который отыграл, сажают на автобус и увозят. И у нас получалось так, что практически и общаться-то и не... Говорят, не было счастья, да несчастье помогло. Черенкову точно. В середине 70-х спартаковцы свалились в первую лигу. Для многих это стало несмываемым пятном позора, но для более здравомыслящих – шансом для осмысления перспектив развития. Как двигаться дальше? Кормчим был назначен выдающийся тренер Константин Иванович Бесков. Назначен практически с правами диктатора. Ему предстояло не просто возродить «Спартак» и вернуть его на главную футбольную арену, а необходимо было вернуть в качестве, если не лидера с первого сезона, то соискателя наград чемпионата совершенно точно. А Бесков по-другому и не умел. Дело в том, что существовала киевская машина, машина Лобановского, где все было доведено до автоматизма, но было не слишком много импровизации. Эта тактика себя оправдывала. Однако зрителю хотелось глоток какого-то свежего воздуха, свежего футбола. И тут на авансцене вместе со «Спартаком» появился Константин Иванович Бесков, а вместе с ним целая плеяда импровизаторов. Я бы сказал, великолепных футбольно-джазовых импровизаторов. Черенков появился в «Спартаке» в исторически точное время. Бесков начинал формировать новую команду, и подбор исполнителей стал предметом обсуждения миллионов болельщиков. Кто такой этот Досаев? Откуда взялся? Что это за чудо Костромское? Ярцев? Шавло какой-то? Гес? Хиди и Тулин? Они играть-то умеют? Подобного рода вопросы, которые ставили болельщики, снимались буквально через несколько минут после начала матчей с участием этих игроков. Но тех же болельщиков в глубокое недоумение ввел дебют Федора Черенкова. А этот парень с его физическими кондициями вообще сможет выдержать 90 минут матча? Честно говоря, не самым впечатляющим был дебют Федора в составе московского «Спартака». Далеко не сразу болельщики красно-белых распознали в этом скромном пареньке своего будущего многолетнего кумира. И болельщики спрашивают, типа, откуда вы взяли-то вообще этого парня-то? Ну, начали там объяснять, что да, вот там в клубной команде, вот теперь уже по возрасту пришел, его посмотрели, он приглянулся, вот сейчас теперь уже в команде, ну, и типа того, что вопросы такие задают, ну, а как он будет вообще играть здесь у вас в команде-то? Тростинка сухой, поджарый, техничный, вот, и видно, что еще, как бы, ну, работать нужно, там, обрасти, там, мясом, так сказать, как мы это говорили, вот, но видно было в нем уже то, что парень, конечно, не стандартный. Лично у меня, когда я наблюдал за игрой Черенкова, иногда возникало ощущение, что смотрю за розыгрышем оригинальной шахматной партии. Черенков представлялся фигурой, которая совмещает в себе функции всех остальных. Так как ходит она, не умеет ходить даже ферзь, скрещенный с конем. Казалось порой, что партнерам с ним труднее играть, чем соперникам, но это, несомненно, было обманом зрения. Хотя, конечно, без футбольного интеллекта рядом с Педором делать было нечего. Нестандартность его мышления, это было просто потрясающе. Я вам скажу, что вот пару эпизодов, которые вот лично я столкнулся на тренировке, идет квадрат, играем, у Федора мяч. Ну, понимаете, да, человек 20 ходов, 20 ходов. И когда я ему говорю, Федор, ну отдай мяч, в конце концов, ты отдашь или нет, понимаешь, сейчас вот ты сюда подошел, этот оттуда бы забежал, тот оттуда, так, и как раз, оп, и вы там все встретились бы, там, ничего, понимаешь. То есть этот человек, он мыслит просто по-другому. Ты на него смотришь и действительно думаешь, ну, этот человек сейчас выйдет на поле и заснет. Там, ну, дай бог, во втором тайме проснется, когда его заменят уже, да. Но когда он выходит и он начинает все это делать, чего не могут делать другие и чего от него никто не ждет, ты понимаешь, что он действительно в какие-то моменты он гений. То есть он так считает, он так это умеет и делает это так естественно, что просто диву даешься. Для Черенкова никогда не существовало проходных матчей. На каждую игру он выходил как на последние решающие. Если бы всегда все зависело от него, Олимпийские игры 80-го года в Москве по определению должны были принести нам золотые медали. Состав был не просто боеспособным, отличный был состав. Но полуфинальный матч с командой ГДР оказался проигранным. Черенков старался изо всех сил. Его передачи были изумительны, но есть в футболе такое словечко «фарт». Вот его-то и не оказалось на стороне нашей сборной. И, видимо, очень был тяжел груз психологической ответственности. Мы проиграли перед лицом своих болельщиков на родном стадионе. Но винить Черенкова было не за что. Ведь даже соперники временами аплодировали тому футболу, который демонстрировал Федор. Я не помню, чтобы Черенкова кто-нибудь толкнул так, чтобы он бы отскочил на 2-3 метра или распластался на траве. Потому что его невозможно было поймать. Невозможно было угадать его следующий ход. Мне иногда казалось, что импровизация Черенкова настолько совершенна, что он сам не знал, что сделать в следующую секунду. Но благодаря какому-то необыкновенному природному дару, потому что научить этому нельзя, этому не мог научить даже великий Константин Бесков. Благодаря вот этому дару Черенков ускользал от защитников, когда тем казалось, что мяч у них уже в ногах. Знаменитый английский тренер Альф Рамсей во время матча Спартака против Астон Виллы в Бирмингеме в 83-м, когда англичанам можно было спокойно катать ничью, хватался за голову на последних минутах встречи. Он признавался, что редко когда видел такой вдохновенный, магический футбол, который показывал Черенков. Тренер чемпионов мира говорил после матча, что о таком мастере может мечтать любой, самый именитый наставник, что место Черенкова в лучших клубах планеты. Футбольную команду часто сравнивают с симфоническим оркестром. Тренера с дирижером. Согласитесь, одно неверное движение рукой, и темп игры потерян, рисунок ломается. От этого часто зависит, как же прозвучит основная тема или партия в исполнении, скажем, того же Черенкова. От этого часто зависит исход матча, финал симфонии. И вот вопрос, а кем он был в этом оркестре, Федор Черенков? Если сравнивать с оркестром, то, наверное, первая скрипка. Потому что, на мой взгляд, потому что, как бы, в каждом оркестре ведущую роль ведет первая скрипка. И все остальное, как бы, подлаживается под нее. Черенков был пианистом, был великолепным пианистом, который замечательно играл и тему, и замечательно играл импровизацию, который мог выдать сольный концерт, а мог выдать концерт вместе с симфоническим оркестром. Вполне справедливо утверждение, что Федор Черенков один из тех блестящих мастеров кожаного мяча в истории советского футбола, которым не удалось до конца себя реализовать. Он действительно мог украсить собой игру любого клуба планеты. Великий Эйсебио, португальская черная пантера, лучший игрок чемпионата мира 1966 года, называл Черенкова блистательным, удивительным и абсолютно непредсказуемым суперзвездой. Может быть, та страсть, которую Федор выплескивал на поле каждый раз до последней капли, в какой-то мере и стала одной из причин, не позволивших этому мастеру реализовать себя на международной арене. Здоровья, элементарного здоровья не хватало Черенкову, чтобы все время находиться на поле. А он при любых обстоятельствах все равно видел себя в игре. Ставил задачу, что Черенков возникал на поле как игрок командный и в то же время как свободный художник. Он порой такие краски замешивал на мольберте, что даже партнерам было непонятно, что же в итоге возникнет на холсте. И это при том, что у Бескова никогда не было в команде любимчиков. Но было два человека, которым он многое прощал. Ренат Досаев, ну и, конечно, Федор Черенков. И тот же Бесков в 1982 году перед самым чемпионатом мира в Испании отстегнул от состава Черенкова. Можно, конечно, утверждать, что не без влияния Лобановского проходил данный процесс. Ведь тогда сборную возглавлял триумвират. Но номинально старшим тренером числился Константин Иванович. Не так все просто в этой жизни. А может быть, Бесков решил поберечь здоровье своего любимого игрока. Наверное, у каждого человека бывают свои любимчики. Наверное, это же не такое плохое слово, в конце концов. Константин Иванович, наверное, мог себе это позволить. И позволил он себе как раз в двух, ну, очень сильных, а для нашего футбола, наверное, великих футболистах. По крайней мере, я не помню, чтобы он делал замечание Ренату Досаеву, если это не касается чисто игровых моментов. И я не помню, чтобы он делал замечание Черенкову. Но я должен сказать, что у Бескова и не было повода делать замечание Черенкову. Я вспоминаю просто Бескова, когда он прям, у него улыбка была, когда он сидел и просто, ну, знаете, вот прям, как вот, когда вот, человек ест мороженое, ребенок. У него прям, ну, не такое удовольствие, прям, ну, все, слюни текут и все. Ну, просто класс. Они вот этим, ну, вот, радовались. Слушай, Федор, хочешь передачу сделать, он туда делает. Хочешь туда, что вот, как, что хочет. Как он мыслить, да, Бескова, например, там, он сидел, вот, то же самое делал Федор там. Несомненно, что его присутствие на чемпионате мира в Испании лишним бы не оказалось. На это первенство ведь не попал еще один кудесник мяча, Давид Кипьяни. Представьте себе, какая могла возникнуть связка на поле только из тех, кого не взяли. А так, поражение от бразильцев, ничья с Шотландией, победа над Новой Зеландией, а дальше непонятный, невнятный футбол с командой Бельгии, затем со сборной Польши, которую, ну, никак нельзя было назвать сильнее нашей сборной. Правда, в ее составе были на тот момент все лучшие польские игроки. А мы вымучивали результат. Поскольку мы были молодыми все, вот, и думали, что мы, может быть, еще впереди, там, что-то там. Обычно так, знаете, говорят, этот еще свое возьмет, там. Как это было с Эдуардом Сельцовым, вот, как это было со многими футболистами. То есть, сегодня надо дать другому место, а завтра, там, ну, как бы, у тебя еще время твое подойдет. Может быть, поберег, может быть, поберег его психику, может быть, подумал о том, что он не справится с той колоссальной нагрузкой, которая ложится. Может быть, уже видел что-то. Потому что Константин Иванович был и остается достаточно сильным психологом. Держать спартаковскую народную команду в тонусе, это, надо сказать, непросто. Для меня он всегда был удобным партнером. Я не знаю, как, для кого. Но у меня с ним были такие, как говорится, моменты, моменты, что можно было, как бы, и не глядя отдавать в какую-то зону мяч, и он, можно сказать, как бы, читал мысли, что ли, находился там, в этой позиции. Почему-то все тренеры сборных в нашей стране считали, что Черенкова можно использовать на стадии отборочных игр. А как только дело доходит до финалов, можно обходиться и без него. Так мимо Федора и следующий чемпионат мира проехал в 1986 году в Мексике. А он каждый пропущенный матч воспринимал как низкую оценку за поведение. К примеру, врачи по состоянию здоровья запретили ставить его на игру с Антверпеном. Но Федору об этом не сказали. А он был в полной уверенности, что выходит в стартовом составе. Когда он приехал на стадион, то сначала ему сказали, что ты выйдешь во втором тайме, потому что мы сделали ошибку в протоколе, и надо за эти 45 минут договориться с комиссаром матча, с комиссаром УЕФА о том, чтобы внести поправку. Но, естественно, Черенков не мог выйти и во втором тайме. И когда в перерыве ему сказали, что он не сможет играть, а он, я вспоминаю, весь первый тайм просмотрел, вот сидя рядом со мной, то он ушел в душ и зарыдал. И на второй тайм он уже не вышел. Он плакал не только от того, что он сам не выйдет на поле, а он плакал от того, что он чувствовал, что он может помочь команде в этой трудной игре, что он в состоянии помочь команде. А на поле ему выйти не дают. Не знаю, кто сможет припомнить случай грубости со стороны Черенкова. Это противоречило футбольным составляющим его философии по сути самой. История помнит, кажется, единственный случай, когда Черенкова удалили. Могу ошибаться, это было в матче против Андерлефта. Настолько его затерроризировал противник. Зуб сломал. Не выдержал Федя и ответил. А арбитр словно ждал этого и тут же достал красную карточку. Я никогда его таким не видел. Он был настолько злой, даже когда судья ему уже показал красную карточку, его удалили, он пытался еще что-то доказать и пытался доказать свою правоту, вот даже в том, что он был неправ. Почему он так поступил? Потому что его ударили, ударили из-под тяжка, и он, наверное, никак этого не ожидал. Да, он был любимчиком, наверное, и у тренеров, и у болельщиков, это безусловно. Но к нему нельзя сказать, что его там только носили на руках. Конечно, ему били по ногам, ему доставалось, но, наверное, против него никто, может быть, потому что он Федя, не мог поспорить такой откровенной, позволить себе откровенной грубости, то есть явной грубости, даже злости какой-то. А где-то это произошло, и он не выдержал. При всей любви и уважении к Николаю Николаевичу Озерову никак не могу понять одну фразу. «Спартак» – команда народная. Словно остальные клубы к народу не имеют никакого отношения. Или за них болеет вовсе не народ. Но двумя руками голосую за то, чтобы называть Федора Черенкова по-настоящему народным футболистом. Уверен, что истинному таланту готовы аплодировать, стоя все ценители футбола, вне зависимости от того, за какой клуб он выступает. Так и было, когда Черенков приезжал в Киев или в Питер, в Ереван или в Баку, в Алма-Ату или в Тбилиси. Им восхищались поклонники московского «Динамо» и ЦСКА «Локомотива» и «Торпеда». Однажды у Черенкова спросили, как ему удается показывать образцы такого классного футбола. Ответ Феди был просто на удивление. Когда я жил в Кунцево, у нас был очень маленький двор. И там надо было постараться и обвести, и обыграть соперника. Простора не было. На большом поле мне намного проще это делать. Оказывается, как элементарно формула. В этом весь Черенков. В простом и гениальном. Интересно, что люди, приезжавшие из провинции на футбол в Москву, в Лужники, когда возвращались домой, они говорили, в Москве был, Черенкова видел. Им казалось, они ведь видели только игру. А им казалось, что они разговаривали с Черенковым. Можете себе представить, какая нить, с одной стороны, невидимая, а с другой стороны, какая крепкая нить соединяла Черенкова с трибунами. И, наоборот, трибуны с Черенковым. Кто-то пошутил там у спартаковских ветеранов, что если бы вот Федору выделили место где-нибудь в регионах, а туда возили, ставили как памятник, да, ему просто пригносили не цветы, а деньги. То есть, ну вот, он уже был брендом, вот как сейчас говорят, да. Федор Черенков был бренд, который зарабатывал деньги. В том числе, наверное, и для спартака. Плохого в этом ничего нет, в конце концов. Не все за идею играют, да, кто-то еще и за зарплату. И вот я говорю, что опять, что в нем была такая харизма, и в нем было столько скромности, и в то же время столько обаяния, что его, наверное, не любить было просто невозможно. То есть, вот есть люди, которые обречены вот на это, да. Вот Федор такой. Его, как и многих великих спортсменов, можно считать символами нашего спорта. А применительно к Спартаку название клуба и фамилия Черенков просто неотделимы друг от друга. Здесь начинал, сюда и вернулся после непродолжительной поездки во французский Ред Стар. Это был уже совершенно новый Спартак. Но трибуны также неистово скандировали Федя. А он понимал, что неумолимо приходит время прощания. После того, как в 1971 году из большого спорта проводили Льва Ивановича Яшина, российским футболистам таких пышных проводов не устраивали. Но в 94-м в Москву спецрейсом прибыла итальянская Парма. Не просто так, а на прощальный матч Федора Черенкова. Болельщики разных команд шли на стадион «Динамо», чтобы сказать «до свидания» народному футболисту. Он такую честь заслужил, несомненно. Когда в 1983 году Федора Черенкова признали лучшим футболистом сезона, он набрал по итогам голосования 442 очка. За год до этого рекордный результат был 400 баллов и принадлежал Ренату Досаеву. Дело, наверное, не в цифрах, а в единодушии спортивных журналистов. А если быть еще точнее, в единодушии всех болельщиков футбола. Не только тогда Черенков был лучшим. И сегодня его появление на поле в матчах ветеранов означает возвращение к прекрасным образцам футбольного волшебства. Когда видят Федора Черенкова, который выходит на футбольное поле, конечно, здесь можно сразу отметить, тут овации, тут вся к нему любовь проявляется, этих людей, которые пришли посмотреть на футбол, и в частности на него. Поэтому я думаю, что вот отсюда и термин «народный футболист». Везде его любят, везде его помнят. Во время игры с Пармой вспомнился эпизод проводов, далеко не таких пышных, как эти, великого Михаила Месхи. Когда тренер уругвайской команды противника спросил, как он уходит, а эти остаются, приблизительно похожие вопросы, да простят меня многие, возникали и в тот момент. Хотелось крикнуть, Федя, оставайся, не уходи. Ты нужен, даже если будешь просто стоять на поле. Но так не бывает, кумиры уходят. А нам остается только вспоминать, как они творили волшебство. У него были какие-то недостатки. Но вот те достоинства, вот это умение читать игру, сделать прекрасный финт, сделать ложный замах, уйти, вот эта лёгкость, которая в игре была, я сейчас не буду там технико-тактические его разбирать, они с лихвой всё это окупали, и он, поэтому, наверное, в какие-то моменты он действительно становился великим. Тем человеком, который, не имея суперорганизаторских способностей, который никогда практически не кричал на поле, он мог повести за собой. И ему, наверное, в жизни было уже этого достаточно. Когда уходят из спорта мастера, невольно задаёшь себе один и тот же вопрос, а кто придёт на смену? Но время быстро заставляет нас поклоняться новым кумирам. И мы порой забываем тех, чьи имена скандировали ещё вчера. Но вот только применительно к Черенкову этот посыл явно не подходит. С ним нет смысла никого сравнивать. На замену Черенкову никого не выпустить. И вот уж точно, о таких не забывают. В нашем футболе было немало выдающихся мастеров, которые получали прозвища от партнёров и болельщиков, и с этими прозвищами шли по жизни. Стрелец он и есть стрелец, бобёр он и есть бобёр. Яшин, как стал в 20 лет Львом Ивановичем, таковым и оставался всю жизнь. Симонян – Никит Палыч, Лобановский – Лобан, Иванов – Казмич, Овчинников – Босс. Наш сегодняшний герой вышел на поле и в сердце каждого болельщика поселился, как Федя. Таковым и остаётся до сегодняшнего дня Федя Черенков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова